Рождество Христово, один из главных церковных праздников, отмечают сегодня православные. Литургии прошли буквально по всему миру, в 70 странах. Миллионы россиян приняли участие этой ночью в торжественных богослужениях, и в крупных храмах, и в маленьких церквях, по всей стране и за ее пределами. Например, в сирийской Латакии, где базируются наши военнослужащие. Репортаж Ивана Прозорова. Словно крещенские морозы пришли на две недели раньше. Холод сковывал движение по дороге к храму, но с уст прихожан только теплые слова. Хочется какие-то свои молитвы, сокровенные желания сегодня произнести в храме, в такой день. Надеюсь, что исполнится. Доча решила именно сегодня пойти. Потому что праздник же, надо провести праздник в храме. Традиции русские православные, поэтому мы их поддерживаем и пытаемся соответствовать им. Торжественную литургию по традиции за пределами Москвы посетил президент России. Село Тургинова, Тверской области, место особое. Родители Владимира Путина родом из соседних деревень. Их крестили в храме Покрова Пресвятой Богородицы. Здесь глава государства уже встречал Рождество пять лет назад, когда подарил приходу икону начала 19 века. Президент привез в подарок еще один образ – Смоленскую икону Божьей Матери. Храм начала 19 века после революции был закрыт и превращен в клуб. Лишь в наше время возвращен церкви и восстановлен. В 2011-м настоятель обратился к Владимиру Путину с просьбой открыть здесь духовно-образовательный центр для детей, где они могли бы и просвещаться, и заниматься спортом, и ремесла изучать. Сегодня президент осмотрел новое здание, которое готово к приему ребят. В принципе, все для того, чтобы девки могли учиться чему-то. Ну да, правда, правда. В Москве, в Храме Христа Спасителя, праздник встречали пять тысяч прихожан. Среди них и председатель правительства Дмитрий Медведев. Возглавил торжественную службу патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Приобщились к празднованию Рождества и те, кто смотрел телетрансляцию, и те, кто вышел в морозную ночь. Десятки миллионов людей по всей стране. Живая цепь веры и надежды, связавшая Хабаровск и Владикавказ, Владивосток и Санкт-Петербург. В северной столице впервые с 1928 года в Исаакиевском соборе прошла ночная рождественская служба. Светлым праздник был во всех смыслах в Крыму. Очень светло на душе, потому что мы знаем, что милость Божья безгранична. И Господь никогда не оставит всех людей, тем более крымских. Встретить Рождество захотели и российские военные на авиабазе «Хмеймим» в Сирии. Литургия под звуки взлетающих самолетов. Полевой храм не вместил всех желающих. Сменяя друг друга в свободное от боевой службы время, военные приходили на службу рождественскую. Несет любовь, мир, надежду на то, что с приходом Христа Спасителя и здесь сюда придет на сирийскую землю также мир. По всему миру в торжествах приняли участие прихожане почти 30 тысяч храмов русской православной церкви. И у каждого из них свои слова о празднике и вере. Моя мама католик, мой отец протестантный. Они мне дали право и возможность выбирать свою религию, когда я вырастил. И так как я изучал русский язык, так как я изучал разных религий, православие мне было ближе. Именно я, который принял православие год назад. И это первый раз, кстати, в который я участвую в этот праздник. Моя бабушка дожила до 104 лет. И я не понаслышке знаю, что такое вера. Вера в другого человека, вера в себя, вера в ту страну, где ты живешь. У нас великолепная страна, великолепные люди. И мы можем друг для друга постараться. Я желаю в следующем году всем друг для друга постараться. Чуть-чуть больше. Стараться чуть больше верующим с этого дня будет чуть проще. Закончился рождественский пост, который длился 40 дней. У православных начинается новое время святки. 12 дней праздника, угощений, гаданий, гуляний. И, как считается, время дарить добро и самым близким, и совершенно посторонним людям. Иван Прозоров, Ярослав Зорин и Илья Журавлев. Первый канал.